Первые монеты появились у лидийцев в Малой Азии в 640 году до н.э. Позже идею переняли в Древней Греции, на монетах которой часто имелось изображение совы, символа богини Афины. Примерно в V веке до н.э. китайцы стали изготовлять монеты не из золота и серебра, а из дешевых металлов, таких как медь. Сейчас монеты, находящиеся в обращении, также чеканят из меди, никеля и других недорогих материалов. Монетный двор выпускает коллекционные монеты из серебра в слитках, а также из отходов производства других серебряных монет. Серебро попадает в литейную печь с температурой 1150 градусов. Затем из расплавленного серебра отливают непрерывный брусок высотой в 4 см и шириной в 12 см. Станок разрезает его на отдельные бруски длиной около 80 см. Каждый брусок попадает в обжимной стан, два валика которого расплющивают брусок, оказывая давление равное 8 тоннам. Чтобы получить полоску толщиной 12 мм, брусок пропускают сквозь стан до 12 раз. Чистовой стан делает полоску еще более тонкой, доводя ее до толщины монеты. Затем вырубной пресс производит заготовки монет. Оставшееся серебро снова отправляют в плавильную печь для изготовления новых серебряных брусков. После этого заготовки попадают на станок, вращающееся колесо которого выдавливает по их краю выступающий бортик. Потом заготовки оказываются в резервуаре, наполненном водой, моющим раствором и мелкими стальными шариками. Шарики выступают в роли абразивного материала, полирующего заготовки. Затем рабочие вручную вытирают заготовки полотенцами, чтобы на монетах не было пятен от воды. В процессе изготовления и обработки монет серебро становится хрупким. Настолько хрупким, что легко ломается. Поэтому на следующем этапе металл попадает в печь для отжига. Эскиз монеты представляет собой рисунок, фотографию или сочетание того и другого. Художник использует для создания коллажа компьютерную программу. После того, как окончательный эскиз одобрен представителями монетного двора, можно приступать к изготовлению клише. Берется гипсовый диск диаметром 27 сантиметров. Управляемая компьютером гравировальная машина переносит на него компьютерный эскиз, превращая его из одномерного в трехмерный. Таким образом создается гипсовый макет монеты. Затем художник вручную поправляет некоторые детали. После этого отливается негативная гипсовая форма. С ее помощью получают позитивную форму. На этот раз из резины. С помощью резиновой формы отливают негативную форму из черной эпоксидной смолы. Форму из эпоксидной смолы устанавливают на приспособление, которое называется пантографом, и предназначается для уменьшения размеров изображения. Пантограф вырезает уменьшенную в полтора раза копию формы в бронзе. Затем гравер заканчивает отделку бронзовой формы под микроскопом. Кроме того, он дорабатывает надписи с указанием года, номинала и страны. За этим следует очередное уменьшение размера. Уменьшенное изображение с бронзовой модели переносится на высококачественную сталь, образуя матрицу, негативную форму, имеющую размер монеты. Затем изображение с матрицы переносится на брусок стали, образуя позитивную форму. Потом позитивную форму переносят на другой брусок стали, чтобы получить негативную форму, которая называется клише. Монеты изготавливают одну за другой на чеканочном прессе. Монета чеканится с помощью двух клише, по одному для каждой стороны. Один находится под заготовкой, другой над ней. Чеканятся обе стороны одновременно не одним, а двумя ударами, чтобы обеспечить высокое качество. Нет гарантии, что эта монета станет большой редкостью, но, по крайней мере, у вас будет красивый сувенир в память об историческом событии.